Эта девушка наша землячка. Своим голосом она покорила Тимати и Максима Фадеева. Своим юмором поразила ни одного мужчину. Она участница команды КВН «Плохая компания» и безумно талантливая певица. Карина Осмонова задаст настроение этому субботнему утру. Чтобы тебя согреть, Стану в пустыне колодцем Жажду твою удалить. Стану теперь я ветром, Чтобы коснуться щек. Буду я тем моментом, Который забыть не смог. Над головой в звезды буду я, Буду падать за год, а желания под ногами я земля. Не отступайся, знай, что я твоя. Над головой в звезды буду я, Буду падать за год, а желания под ногами я земля. Не отступайся, знай, что я твоя. Буду твоей дорогой, Куда бы она ни вела. Стану твоей подмогой В самых трудных делах. Стану твоей песню, Чтоб украсить слух. Буду твоей жизнью, Чтоб не терялся дух. Над головой в звезды буду я, Буду падать за год, а желания под ногами я земля. Не отступайся, знай, что я твоя. Над головой в звезды буду я, Буду падать за год, а желания под ногами я земля. Не отступайся, знай, что я твоя. Над головой в звезды буду я, Буду падать за год, а желания под ногами я земля. Не отступайся, знай, что я твоя. Над головой в звезды буду я, Буду падать за год, а желания под ногами я земля. Не отступайся, знай, что я твоя. Буду падать за год, а желания под ногами я земля. У нас находится певица, участница КВН-компании «Плохая» КВН-компания «Плохая компания». Вот так вот у меня сейчас получилось. На самом деле хотелось бы сказать, что очень стильный получился у вас трек, он ваш. Вы нам не кого-то спели, не камер-версия. Есть ли какой-то расчет на покорение Москвы? Потому что действительно вы можете, мне кажется, вполне посоперничать и там, не знаю, в первую, в чарты во все войти абсолютно. Хотелось бы, но нужно больше песен писать, больше работать с одной песней в Москву. С большим багажом, в общем, попробовать. Вы знаете, мне кажется, что сейчас все-таки такое время интернет, и не обязательно много песен. Можно и с одной выстрелить, как это было когда-то, допустим, со «Стрекала». Ну, конечно, я не сравниваю, но просто, что можно выстрелить с одной песней, это достоин того. Может быть, клип снять? Может быть, и клип сниму скоро. Да, мы хотели немножечко показать вашу жизнь, как она выглядит из соцсетей, поэтому я сейчас попрошу наших коллег включить на экран вот то, что у нас идет с планшета. Включить на экран инстаграм. Обязательно давайте покажем. Анют, помоги мне, пожалуйста, а я пока задам следующий вопрос. Скажите, вообще, с чего началось увлечение песнями и шутками? Каким образом вы совмещаете это все? Ну, вокалом я начала заниматься с шести лет, с детского сада. Дальше начала участвовать в различных конкурсах. Меня заметили, пригласили в волшебный микрофон, у нас в Красноярске находится. Ну и дальше по карьерной лестнице пошла дальше. Там ходила на кастинг «Голоса», ходила в песни. Ну, а затем... Да, вот как юмор включился в эти песни. Да, плохая компания, искали себе вокалиста или вокалистку. То есть они не знали, кого больше, все-таки там одни парни. Ну и как-то вышли на меня, позвонили, позвали, поехали с нами в Вюрмалу, там, музыкальный фестиваль. Вот, так я и попала. А все-таки, как вы себя больше определяете? Вы больше вокалист или вы все-таки больше юморист? Нет, больше вокалист, конечно. А, слушайте, ну вы не один раз уже на федеральных каналах выступали вместе с командой КВН. Может быть, там как-то стоило, ну, как-то там, кому-то диск, может быть, с музыкой. Может, вам кто-то звонил, да, я не знаю, предлагал. Или это происходило уже, но просто как-то еще не та дорога была? Не готовы. Ну, на тот момент у меня не было там диск подсунуть кому-то. У меня вот песня вышла буквально в июне, и поэтому будем работать, посмотрим, что дальше, что из этого выйдет. Но уже прям планы есть на какой-то, может быть, у вас в голове разработанный именно диск? В каком стиле планируете продолжать петь? Пока еще в стиле не совсем понятен мне, в каком бы я хотела работать. Но вот пока вот первая песня получилась, вот она вот такая. А это авторская песня вы сами написали? Да, да. И стихи? Нет, стихи мне подарила моя знакомая. Какая хорошая знакомая? Музыку. А может быть, вы разрекомируете ее? Мы же можем сказать, кто именно автор стихов? Или это секрет? Нет, не секрет. Вконтакте она отмечена, ссылочка, Элина Челохсаева. Вот, вот. Это тоже уже первый путь к знакомству с вами, тоже заходить вконтакт, в инстаграм, который мы уже показали, и активно лайкать, слушать ваши песни. Будем надеяться, что однажды мы услышим вас на каком-нибудь кремлевском концерте. Почему бы и нет? И будем говорить, вот, а ведь она к нам приходила в студию, и мы, в общем-то, наша землячка. Спасибо вам еще раз большое. С удовольствием, вы слушали вас и слушали. Новое эфирное время у нас ограничено. Карина Осмонова, напомню, певица, участница плохой компании команды КВН, у нас была в гостях. Удачи вам, успехов только творческих. Спасибо большое. Всех.